На территории Гомельской области находится шмат промысловых предприемств. Кроме продукции, выникам их деятельности изъявляются и отходы. В среднем год их в регионе утворяется около трех миллионов тонн. У идеаля малюсияны должны не заховываться, а обешкодживаться, а выкористовываться другасно. Предприемства региона работают в этом направлении. И это даёт плён. В настоящее время порядка 63% от объема образования, отходов производства, вовлекается в хозяйственный оборот. Есть определенная тенденция улучшения этих данных, если в 2014 году данный процент составлялся в 42%. На даденый момент на химзаводе у вынику промысловой деятельности утворяется 83 вида отходов. 47 из них предприемства выкористовывает другасно. У вуголи работы по минимизации у здения на новокольное сироте тут займаются серьезно. Головная проблема – фосфогипс. И он складает 95% от огольной колькости отходов предприемства. Угод у вынику вытворчасти фосфорной кислоты утворяется каля 700 тысяч тонн гэта гарэчева. Каля 13% от гэтой колькости выкористовывают при вытворчасти удобрению. Остатние отправляют на захавание. На пляцовках для завода знаходится прикладно 20 миллионов тонн фосфогипса. У свете иснует каля 70 технологий перепрацовки гэта гарэчева. Однако не усеянные подыходят по экономичных и экологичных меркованнях. Самый перспективный напрямок выкористания фосфогипса у будавнейшей глине. Мы стараемся разработать ту технологию, которая бы позволила получить заменитель гипсового камня для производства цемента нашими цементными заводами. В качестве регулятора срока схватывания цемента. В данном направлении мы разработали технологию. Мы уже согласовали эту технологию с производителями цемента. И надеемся, что через пару лет сможем выйти на производство заменителя гипсового вяжущего. Вяжущего для того, чтобы использовать его вместо гипса, который закупается за валюту нашими предприятиями. Дарайши пробную парту заменника природного гипсового каменя. На заводе плануется держать в 2018 году. Максим Савин, Яуген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель».